Салют подписчикам канала Атом Асём и случайным зрителям этого видео. Я находил пару инструкций в интернете, с помощью которых можно увеличить скорость мобильного интернета. Снимал результаты этих инструкций на видео и показывал вам. У кого-то получалось увеличить скорость интернета, у кого-то нет. Ну и вот в поисках очередных инструкций по увеличению скорости мобильного интернета я подумал, а какой мобильный оператор реально предоставляет максимальную скорость интернета? В сегодняшнем ролике мы вместе с вами попытаемся найти ответ на этот вопрос. У меня тут есть три сим-карты от главной российской тройки. Проведем ряд тестов и выясним. Ну а на десерт я оставил оператора, который специализируется чисто на мобильном интернете. Посмотрим на что он способен, я думаю будет интересно. Не переключайтесь, погнали! Ну а перед началом этого видео хочу порекомендовать вам подписаться на мою группу ВКонтакте, которая называется «Необычная с Алиэкспресс». Там каждый час я выкладываю самые необычные товары с сайта Алиэкспресс по лучшей цене у проверенного продавца, естественно с ссылкой на покупку. А также все видео с канала Атом Асем дублируются в этой группе. Либо ищите в поиске ВКонтакте «Необычная с Алиэкспресс», либо проходите по ссылке в описании и подписывайтесь. Буду рад вас всех там видеть. Ну что ж, ребят, сначала я хотел взять три телефона и в каждой из них установить по нужной сим-карте и начать тест. Но сразу понял, что для чистоты теста нам нужен только один телефон, для того чтобы характеристики и настройки у нас были одинаковые. Для теста возьмем бюджетный Redmi 7. А Redmi Note 5 будем использовать в качестве секундомера. А вот Note 7 пускай отдохнет. Ссылки на покупку этих трех телефонов я оставлю в описании под этим видео по самой низкой цене. Ну а самое интересное, друзья, что на вот этих вот трех сим-картах у меня подключены секретные тарифы, которые вы не найдете в свободной продаже. Там абонентская плата начинается аж от 30 рублей в месяц. Я чуть позже расскажу про эти тарифы и как их подключить, поэтому не переключайтесь. Для теста мы будем использовать мобильное приложение Speedtest. Скачать его можно бесплатно в Google Play и App Store. У меня приложение уже установлено. Ну а также я подготовил файл 100 мегабайт. Засечем на секундомере, за сколько времени он скачается через браузер мобильного телефона. Все эти манипуляции проделаем на каждом из операторов. Увидим, у кого интернет самый быстрый. Ну что ж, начнем тест. Первым на тест пойдет МТС. На этой сим-карте МТС-овской у меня подключен интересный непубличный тариф стоимостью 200 рублей в месяц. За 200 рублей мы получаем безлимитный интернет и звонки по всей России. Устанавливаем сим-карту. Итак, сим-карта установлена. Телефон нашел сеть. Теперь заходим в программу Speedtest. В настройках программы выберем независимый сервер Net by Net. Соединение выберем множественное. Обратите внимание, сим-карта работает в диапазоне 4G. Связь стабильная, хорошая. Нажимаем начать тест. Тест пройден. Сохраняем результаты. Результаты теста отличные, но посмотрим, какие результаты будут у других операторов. Теперь заходим в браузер и скачиваем 100-мегабайтный файл. Жмем одновременно на секундомер и на загрузить файл. Ок. Ну вот, ребят, пошла загрузка файла. Скорость отличная. Сеть также стабильная, 4G. Все, загрузка завершена. Результат следующий. 14.92. Ребят, я еще не проводил подобных тестов. И мне самому интересно, какой же из мобильных операторов предоставит самый быстрый мобильный интернет. Ведь находясь в поиске инструкции по увеличению скорости мобильного интернета, нужно исходить от изначальной скорости мобильного интернета, чтобы в совокупности с настройками получить лучший результат. Вторым на очереди, ну давайте попробуем протестировать Beeline. Я возлагаю на эту сим-карту большие надежды, так как на этой симке у меня подключен самый бюджетный, не публичный тариф. Всего за 80 рублей в месяц. С полностью безлимитным мобильным интернетом и звонками внутри сети. В настройках Speedtest в сервере выбираем Net by Net, тот же самый сервер, соединение множественное. Тип сети у нас 4G, связь нормальная. Нажимаем кнопку начать. Тест пройден, результаты есть, сохраняем. Теперь выходим из программы, заходим в браузер и скачиваем 100-мегабайтный файл. Окей. Пошла загрузка. Загрузка завершена. Результат 22 секунды. Сохраняем результат. И последним из нашей большой тройки будет мегафон. Их тупая реклама заверяет, что интернет от мегафона самый быстрый. Вот сейчас и проверим. На вот этой вот сим-карте. У меня установлен на этой симке непубличный тариф с полностью безлимитными звонками. И с пакетом интернета 10 гигов за 100 рублей в месяц. Симку покупал чисто для звонков. Есть и непубличные тарифы с уклоном на интернет. Но мне нужен был тариф мегафон для звонков. Так, опять заходим в спид-тест. В поисках сервера выбираем NetByNet. Соединения у нас множественные. Проверяем качество связи. Рядом со значком 4G, смотрите, ребят, появился какой-то плюсик. Сейчас вот он пропал опять. У других операторов такого не было. Ну ладно, нажимаем кнопку начать и смотрим тест. Вот сейчас тоже плюсик появился. Итак, результат есть. Сохраняем и переходим на скачивание 100 мегабайтного файла через VIA браузер. Окей, и таймер включен. Идет загрузка. Качество связи отличное. Загрузка завершена. И того у нас получилось 14.39. Сохраняем результат. Ну что ж, ребят, прежде чем подвести итоги, в рукаве я держал туз с сим-картой мобильного оператора, специализирующегося на мобильном интернете. Нет, это не йота, как вы могли подумать. Хотя с удовольствием протестировал бы ее, была бы симка. А ее нет. Есть симка от Ростелекома. Тоже, кстати, с непубличным тарифом за 200 рублей в месяц. С полностью безлимитным интернетом для всех устройств. Без роуминга по России. Это симка из моего 3G Wi-Fi роутера. Устанавливаем ее в смартфон. В программе Speedtest выбираем все те же самые настройки. Сервер у нас NetBuyNet. Соединение множественное. LTE, Ростелеком. Качество связи отличное. 4G. Нажимаем кнопку начать. Пряник. Ну что-то совсем унылые результаты. Ну ладно, сохраняем. Может быть скачивание 100 мегабайтного файла покажет нам лучший результат. Нажимаем секундомер и на скачку. Да, ну что-то это совсем никуда не годится. При этом смотрите, ребят, тут 4G. Связь отличная. Но файл скачивается уже больше половины минуты. Тут уже все понятно. Имеет ли смысл вообще чего-то ждать. Давайте подождем просто, чтобы поразиться скорости. Я просто в шоке от того, какое фуфло нам толкают производители. Очень интересно проверить YOTU. Надеюсь, там не такой будет ужасный результат, как тут. Уже полторы минуты идет скачивание и загрузилось 67%. Ну все, наконец-то загрузка завершена. И прошло у нас 2 минуты 10 секунд. Ужасные результаты, но они есть. Сохраняем результаты и переходим уже наконец к подведению итогов. И смотрим на победителя. Вот тут я выпишу все результаты. Первым у нас был МТС в программе Speedtest на скачивание 68,8 Мбит в секунду. На загрузку 19,7 Мбит в секунду. На скачивание 100 Мб файла из интернета нам потребовалось 14 секунд 92 мс. Следующим на тесте у нас был Beeline. Результаты Beeline следующие. В программе Speedtest на скачивание скорость 35,7 Мбит в секунду. Загрузка 13,2 Мбит в секунду. На скачивание 100 Мб файла ушло 22 секунды 11 мс. Далее у нас шел Мегафон. В программе Speedtest скачивание 65,9 Мбит в секунду. Загрузка 38. 100 Мб файл загрузился за 14 секунд 39 мс. Ну и настоящим аутсайдером в нашем сегодняшнем тесте оказался Ростелеком. Скачивание в Speedtest 14,3 Мбит в секунду. Загрузка 4,78 Мбит в секунду. 100 Мбит в секунду. 100 Мбит в секунду. Файл из интернета загружался за 2 минуты 10 секунд. Но за это время можно сделать 1000 отжиманий или прочитать 600 книг. Я читал больше. Результаты оказались довольно противоречивыми. И вот не знаю, ребят, кому отдать первое место. У МТС в Speedtest скачка 68,8, а у Мегафона вот 65,9. Но зато у Мегафона загрузка отличная. Это 30,8. А у МТС всего 19,7. Также, если посмотреть на время, у МТС это 14,92. У Мегафона 14,39. То есть Мегафон быстрее оказался. Я думаю, никто не будет против, если мы вручим первое место все-таки сим-карте от Мегафона. Не намного, но больше оказалась скорость мобильного интернета у Мегафона. Второе место присудим МТС. На третьем месте Биллайн. Ну а Ростелеком, я думаю, вообще можно не учитывать. Ну что ж, ребят, вот такое вот интересное видео у нас было сегодня. На этом все. Спасибо, что досмотрели до конца. Пожалуйста, поделитесь этим видео с друзьями, чтобы продвинуть канал. Не забудьте подписаться, чтобы не пропустить новые видео. И у нас есть еще, кстати, канал в Телеграме и группа ВКонтакте. Все ссылки оставлю в описании. И на непубличные тарифы, кстати, ссылки тоже там же. Берегите себя и своих близких. Ну и счастливо прозябать.